здравствуйте меня зовут александр постовый я рада приветствовать вас на канале закоренела цветочник сегодня очередной ролик из серии фикусы те кто смотрит меня не первый раз знают как я к ним отношусь трепетно со всей любовью и со всеми вот со всеми нахожу общий язык дружу и могу говорить о фикусах вечно вот это ампельная разновидность фикуса вы не удивляйтесь почему мне их два хотя речь сегодня у нас будет об одном потому что они близкие родственники я хочу вам немножко показать их различие между собой хотя не похожи в уходе абсолютно те кто не видел ролик про фикус пумилу бойца они он есть на нашем канале вы можете это сделать и так многие очень удивляются почему у фикус может быть ампельным фикуса бывает разными кустики деревья и вот такие разновидности в том числе про фикус пумилу бойца не ролик есть можете посмотреть его если вам интересно я просто вам его как бы взяла для сравнения обе формы ампельные давайте посмотрим вот это у нас белое солнышко это у нас зеленое солнышко фикус пумилу бойца не фикус пумилу green сани что белого солнышко у нас видите такие неровные листики по форме то есть их нельзя назвать не овальными не круглыми они такие как будто обрезанные но честно мы их не обрезали то не сами такие по форме и у green сани тоже они не очень ровный но они больше похожи на не знаю листингониума возможно на сердечко но то есть такие они более ярко выражены то здесь вообще такая беспорядочная форма листа у этого она все-таки более четкая вот поэтому если вам приглянуться вот эти разновидности то лучше я вам советую братья хобби потому что они друг друга дополняют и не знаю по моему они оба прекрасно очень сложно себе отказать и выборе и так вот тут у нас уже стоит герой следующих роликов пумилу бойца не я рассказывала давайте я вам расскажу про green сани ампельная разновидность фикуса пумила это значит маленький то есть это карликовые сорта не сильно большими не вырастают не конечно вырастают немножечко в длину листики мы с вами уже рассмотрели но вот хочу вам еще показать немножечко как выглядит у нас новый лист то вы новый лист он такой маленький не такой темный как уже те которые выросли вот видите да прям четко видно то есть это прям молодая молодая поросль и у него таким вот кустиком идет знаете из пазухи листа сейчас я попробую аккуратно его расковырять чтобы вам показать вот здесь идет побег новый то есть за счет этого он становится пышным не знаю видно нет вот лист из него новый побег с еще несколькими листиками от 1 2 и там вот проклевывается 3 и 4 вот лезет и здесь та же самая история сразу скажу как они размножаются то что это частый вопрос а здесь есть возможность показать размножаются не черенками видите здесь вот корешочки вот это вот это корешочки то есть если вы отрежете и укорените сразу без воды без всего он у вас прирастет эти как как у плюща то есть вот таким вот образом вот тут тут уже корешочки они идут не везде поэтому если вы захотите его укоренить вы просто посмотрите но в большинстве своем вот они по длине всего стебелька вот их можно наблюдать в принципе он такой легко укореняемый самый простой способ если вы его будете использовать как почвопокровное растение взять вот так вот ветку положить ее на землю и чем-нибудь ее прижать скрепочкой железочкой палочкой ну то есть чем-то ее вот прижать к земле тогда корни сами прорастут и у вас будет вот такая пышная пышная шапка я очень люблю эти фикусы потому что они прекрасны в мини садиках они большими не вырастают их очень хорошо использовать как именно почвопокровку то есть подсадку каким-то другим фикусом либо к другим растениям они стра цены будут неплохо расти с юками они будут неплохо расти много растений существуют которых можно прям подсадить вниз и вас будет такая зеленая шапочка за счет того что идет много много боковых побегов достаточно пушистый этот менее пушистый чем это просто у них разный размер горшка видите то есть этот у нас восьмерочки этот у нас девяточки но разница существенная этот еще пока совсем малыш вот цена у них примерно одинаковая потому что не самые популярные вернее не самые часто встречающиеся сорта периода покоя нет пересаживать можно сразу после покупки тем более что вот эти вот видите тоненькие как паутинка корешочки они у него уже проросли так как растение карликовая то не советую брать высокие горшки если вы его будете сажать как одиночное растение если вы его сажаете в подсадку ну конечно он у вас просто будет по верхней части тебя в нижней части будет корневая система того растения к которому вы его подсадили яркий рассеянный свет если вы не хотите чтобы он у вас заболел или засох основат листики особенно в период отопительного сезона опрыскивать хотя бы раз в неделю и собственно весь секрет из вредителей конечно это мучнистый червец я буквально на днях буду снимать вот этого вот красавца которого у меня весь сожранный стоит в огромном количестве мучнистым червецом я вам покажу обязательно что с ним делать поэтому не пропустите ролик если вам интересно как с ним бороться очень неприхотливы вот даже этот стоя в полностью сожранном состоянии он продолжает давать новые побеги растет и такой достаточно жизнеспособный цветок могу сказать вообще не прекрасно конечно ну что тут скажешь фикусы они в африке фикусы и кстати знаю что нас смотрят люди живущие в африке я думаю что вы со мной согласитесь то есть фикусы они неважно где главное чтобы они были у вас потому что один раз поселившись в ваше сердце они остаются там навсегда и это какое-то помешательство так же как люди собирают кактусы суккуленты но с фикусами абсолютно та же история и хорошо сажать кстати во флорариумы они дают такую зеленую массу и вот эта повышенная влажность для них не губительно если мы не берем уж совсем закрытую посуду потому что если совсем закрытая посуда без верхней как бы дырочки то будет ему важного то он может начать гнить земля либо для фиксов либо универсальная полив раз в неделю обильный лучше не пересушивать листики тоненькие у него веточки тоненькие то все-таки его надо поить как следует черенкуется легко размножается легко растет легко очень легкий очень легкий цветок но и сам он по себе очень легкий поэтому если вам не хватает в жизни легкости я думаю что обратите внимание на фикусы пумила ампельные разновидности фикусов и все в вашей жизни будет также легко как они у вас будут расти дом надеюсь это видео было вам интересным полезным если я о чем-то не рассказал пишите вопросы в комментариях и в ролике видео вопрос-ответ я обязательно на них отвечу с превеликим удовольствием то что мне искреннюю радость доставляет когда вы интересуетесь это значит что вам не все равно а если человеку не все равно он неравнодушен и это отражается во всех сферах его жизни спасибо что досмотрели это видео до конца и до новых встреч это видео до конца и до новых встреч